так ребята всем привет народ в общем это видео по поводу вчерашнего стрима про ежак да и вообще по поводу вчерашнего стрима интернет короче глючил сеть просто глючил просто сети нормально нет у меня здесь в этом месте вот именно не знаю там 4g редко редко но появляется вот именно вот здесь вот в мастерской нету сети нормальный так что можете вопросы писать в чат в чат пишите и я буду отвечать потому что это видео будет транслироваться в прямом эфире так что если что-то кому-то будет интересно то есть пишите в чат и я буду его просматривать и в этом чате я вам отвечу короче вот так вот если напишите потом то пишите в комментарии также в комментарии отвечу вашу чур ребятки смотрите ситуация следующая вчера видосик был конечно нормальный стримчик но блин качество вообще не айс что ребят давайте вот сейчас я вам покажу ежак плане . посмотрите ее состояние потому что блин хотят у меня купить потому что ее продаю продаю по той простой причине то что у меня вообще нету времени ездить на ней потому что у меня есть honda я езди вообще в летнее время в основном находили на планете я только проехал 500 километров за вообще начиная с апреля до декабря 500 километров то есть это вообще ни о чем сейчас ребятки вам покажу зажигание просто потом вопросы как бы интересные тоже про ежак он блин хотя бы так чисто для себя сниму тоже чтобы на память что ли блин было вчера я показывал свое сжигание электронные которые цена вопроса это где-то полтора рубаса с новых комплектующих там ребята не обращайте там курочки орут петухи чирикают просто как бы свое мясо это хорошо вот вот такое вот зажигание так сейчас включу фонарик вот ребята вот такое зажигание электронные вот этого пластина вот это вот пластина вот она родная от родного зажигания до школа прикреплены на родную пластину у меня в видео все есть так что можете посмотреть на моем канале видео как сделать самостоятельное электронные сжигания до чехол от вас 2105 он же от восьмерки короче он же от жигулей проще говоря жгут проводов вот этот вот жгут проводов от вас 2105 без без как она там называется без экономайзера то есть на хвостой ход еще и там подключается такой маленький бочонок с мембраной вот без него то есть без лишнего вот это вот без лишних выходов еще одна дополнительные точно не помню как называется но блин без лишних выводов чисто просто жгут ватт 2105 без какого-то экономайзера там экономайзер есть без него ребят стараюсь попроще объяснить потому что если буду объяснять вы просто можете не понять меня вот сами контакты прячется вот здесь вот держится они вообще шикарно ничего не болтается ничего то есть они прям чуть поджатый вот здесь вот вставлено и все вообще отлично провода вот эти вот начиная вот этой этой фишки и начиная отдачка холла их нужно обмотать фольгой наверное обороте к 34 и сверху изоленты это делается для того чтобы до школы работа без перебоя потому что рядом стоит генератор и во время работы двигателя он дает зарядку и соответственно он дает помехи помехи чтобы не было помех чтобы не было перебоя какого-либо провода экранизируете так сам модулятор сам модулятор здесь вот 120 градусов вырез 120 градусов толщина порядка двух миллиметров но здесь двух нет здесь где-то ну 18 где-то может быть ну что-то такое где-то около двушки но полторашка точно есть вот старайтесь сделать его так чтобы он у вас во время работы сам модулятор не скакал вот не налево вот не налево не направо и не задевал об магнитик это очень важно и вот здесь это расстояние где-то от самого модулятора до датчика холода до плоскости где-то миллиметр 3 где-то чтобы он не задевал у вас в общем вот такое вот сжигание ребята этот модулятор самый нормальный я сделал много такой лепесточком он плохой он дает дисбаланс на коленвал вот этот с минимум выреза он дисбаланс равно он дает но он дает меньше как видим он на магничный он прям отвертка держится вот она прям отвертка смотрите падает вот он на магничный и между прочим все работает вот такая вот ребят система вот баку меня что под баком творится так еще что могу сказать вообще про мотоцикл просто поснимают плане . у меня крепление двигателя для снижения вибрации болты идут резьба начинается с конца то есть она не прорезает резьба у этих болтов начинается вот с той части и буквально сантиметр два потому что если резьба будет идти самого начала она будет прорезать уши и прорезать в движке будет развальцовывать отверстия идет болт граверная шайба большая шайба и так абсолютно на всех соединениях двигателя дальше дальше ребят чтобы снизить вибрации болт выходит резьба где-то начинается где-то вот отсюда вот у него выходит короче болт ставится шайба потом граверная потом затягивается и контрагайка идет с вас маски то есть она еще дополнительно контрагает и соответственно не попадает никакая грязь не вода то есть если что-то нужно будет открутить то она открутиться без проблем здесь тоже самое так идемте дальше карбюратор к 68 д фильтр болезнь на планетах сейчас нынешней эксплуатации это вот это вот резиночка вот она трескается постоянно и подсасывает пыль но мне попалась вот с третьего раза что хорошие еще советская она не трескается короче фортанула потом для стабильной работы для стабильной работы вообще все электроники у меня здесь идет дополнительная масса вот она нет не вот этот черный провод это на нейтральной передаче он дальше видим синенький провод идет на аккумулятор идет на аккумулятор потом идет вот здесь вот идет на раму и уже с рамы опять он цельный и дополнительные берется с рамы минус идет аккумулятор то есть очень хорошо генератор работать будет очень стабильно так что ребята снизу вот такой двигатель там маленечко герметиком намазано у меня просто отпотевало масло сейчас увидим уже на протяжении почти трех тысяч ничего не отпотевает так что еще маятник вообще все крашено везде все нормально установлен дополнительные уплотнители чтобы грязь не летела на движок сюда вот так под сиденьем вы у меня наверное видели там есть видео установка бесконтактного зажигания что по сиденьям у меня есть сейчас я не вам не буду открывать духу потому что она у действует у меня завязана сеткой если маленечко трясется камера не обращайте внимание просто блин здесь дубак карбюратора к 68 д ним к 68 и вот буква д это карбюратор юпитеровский но почему я купил и на к 68 д просто к 68 какая там буква идет блин для планеты уже забыл с по-моему точно не буду врать не буду обманывать вот был только юпитеровский я купил юпитеровский еще плюсом у него оказался главный жиклер поменьше по моему 165 и соответственно жрать будет меньше вот расход как я повторяюсь на этом карбюраторе смешанном цикле поля леса и чуть-чуть трассы километров так может 5 составляет 5 литров пять с половиной на сотку ребята в основном это поля и леса где максимум 3 скорость вот так вот на 21 звезде вот ребят такой вот вот мотик цвет очень интересный цвет я подбирал очень долго такой цвет очень долго думал в какой цвет его покрасить думал покрасить его в красный красный цвет обычный у меня юпитер был красный он приелся вообще довольно таки сильно потом синий синий тоже ничего хорошего нет но на любителя но я не люблю такие цвета ну обычный я люблю как бы что-то такое необычное вот такой вот и вот такой цвет называется он блин сейчас что-то прям из памяти вылетела цвет кори 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 кориандр до кориандр номер какой-то там вот не помню в интернете есть там разные оттеночки есть но этого цвета по моему оттенков нет это чисто такой цвет кориандр буквы к первое так что ребят цвет прикольный прикольный цвет вот так что вот планеточку если продам блин конечно жалко мне продавать в таком состоянии глушитель не китай глушитель родной есть малейки конечно коцки ну блин они уже были но их не видно они сбоку отсюда смотришь их вообще не видно но в целом глушак отличный работает вообще тихо флейта родная флейта длинная где-то вот досуду что ли она идет родная флейта то есть работает справляется на ура и работает очень тихо звук хороший с выхлопа особенно когда прям прогреется двигатель так хорошо летом вообще тихо работает планетку ребята вы никогда не перегреете один цилиндр я ездил по полям по лесам плюс 35 и у меня на картер короче нагрелся только вот где-то вот до серединки а здесь вот если там потрогать вот с той стороны со стороны сцепления чуть-чуть тепленькие все вообще планету не перегреть вот в этом то я ее и люблю отличие от юпитера и питер я перегревал не раз эти как не регулировал карп как не обогащал смесь на обогащенной смеси юпитер перегревается когда смесь обогащенная температура горения меньше а когда смесь обедненная температура горения смеси выше и тем самым можно перегреть поршневую. Дальше давайте, что я могу еще показать. Вот такая резина у меня петрашина. Хорошая резина. Вот такая вот. Протектора еще прилично. Эта резина у меня, эта задняя резина была куплена с того момента, как я перебрал ИШ, вот как я перебрал мотоцикл, вот с этого момента я поставил заднюю покрышку, переднюю покрышку я поставил вот относительно, не знаю, километров так, может быть тысячу тому назад, может быть меньше. У меня есть видео, как я там проверяю сцепление этой покрышки. Здесь все работает, все исправно. Крылья у меня обработаны антикором, зачищены до железа, то есть с ними полный порядок, с крыльями полный порядок вообще. Что еще у меня доработано еще вот, вот эти вот пропилы я сделал более-таки поглубже, чтобы, блин, не ошибиться и было удобней. Так что, ребята, вот так вот, блин, просто снимая, знаете, больше, скорее всего, на память, чем вот, чем вот так вот, чисто видео, потому что, блин, планетку жало, конечно, продавать, но, ребята, у меня есть Honda, я ездил большую часть, вот, ребят, снимая, конечно, наверное, чисто, больше так для себя, чтобы потом вспомнить, потому что на планетке я буквально за год, за летний сезон я проезжаю, ну, у меня летний сезон начинается с апреля до ноября, я на ней проезжаю максимум 500 км по лесу, там, леса, поля, вот так вот, чисто по кайфу катаюсь, но, блин, уже времени нету, я уже с 11 лет, ребят, с ижаками, и уже, как говорится, просто по катушке уже надоели, для этого у меня есть хондочка, вот, но, как мы знаем, как мы знаем, то, что я собираюсь делать такой проект, вели станд на Иш Юпитер 5, вот, будет куплен Иш Юпитер 5, и мы будем учиться с вами делать станд, доработаем его по самому дешманскому методу, чтобы у нас он валил на все бабки, так, ну, что еще вам, ребят, показать, состояние бака, бак тоже новенький, я покупал, кто не знает, для чего вот эта штука, ребят, эта штучка для того, я вот придумываю, не мое изобретение, мурочка одного взял, идея, эта штучка для того, чтобы, когда у вас полный бак бензина, он у вас не плескался, потому что уплотнителя вот этот не всегда держит, и у вас будут такие потеки бензина, чтобы вот такого не было, это вот эта штучка отражает, как отражатель бензина, вот, в общем, вот так, давайте бак посмотрим, бак новенький, ну, маленечко ржавчина есть все-таки, сколько лет, хотя новый, ну, я думаю, это не критично вообще, да, ему интересно, ребятки, проезжачок, ставьте пальцы вверх, поддержите меня, и наступит лето, и мы будем с вами катосить, вот такая вот панелька, ишь, все работает, так, ну, ребята, давайте посмотрим передок у мотика, вот она вилочка, вот они, гофрочки, 150-рублевые, от совы, которые, вот левая до сих пор хорошая, вот правая чуть потресканная уже, ну, блин, такое вот качество резины у нас сейчас, не айс, вот эти вот тоже все покрашено, с грунтовкой, совсем, крылья тоже здесь антикором обработаны, никакой ржавчины, никакой коррозии, резина спереди новая, видим протекторы, здесь вообще огонь, с резиной петрашина, очень хорошая резина, могу вам сказать, подшипники все новые мотоцикли, и в рулевой, и везде, и везде, то есть, подшипники, вот с этим мне не надо париться, здесь, в движке, здесь, короче, японские подшипники, и СКФ, по-моему, Италия, что ли, не помню точно, но точно не Китай, китайские я сюда не покупаю, так, что еще вам сказать, ребят, так, 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 давайте-ка я вспомню, что вам еще сказать и показать, короче, вот такой вот ржак, ребят, давайте его попробуем завести сейчас, так, заводил его вчера, с вами на стриме, так, это у нас плюс, а это у нас минус, ребят, там есть все крепко, все крепко держится, так, ну, что, ребятушки, давайте попробуем заведем, так, ключи-ключи, еще вот здесь вот, так, ну, не знаю, с какого раза, ребят, но, блин, завестись должен, и заодно посмотрим на модулятор, как он работает, вот так вот, ребят, работает, бежак, блин, блин, ребята, я сейчас задохну здесь, реакция на ручку, что на холодную, что на горячую, абсолютно один в один, такая резкая, это все связано тем, что у меня доработанные, доработанный цилиндр, доработанные окна, они маленечко расточенные, ну, как, я их расточил, окошечко, все по фэн-шу, и доработанные каналы для смазки, коленчатых на, блин, подшипников на коленвале, вот, доработанные каналы смазки, рассверленные, довольно-таки, очень приличные, и вот эти вот лужи, для слива, когда вот идет слив топливной смеси, вот здесь вот по окнам, по вот этим вот окнам, там вот эти вот лужи, они прям углубленные, и каналы, к подшипникам коленчатого вала, они расширенные, то есть, рассверленные, я их доработал сам, вот, в общем-то, ребята, вот такая реакция, циркуляция смеси, поршневой, намного выше сейчас, чем, чем на стандартном моторе, вообще, ребята, вот как-то вот так вот, такая вот планеточка, ну, в общем, что, ребят, вот такой вот мотоцикл, в общем, как смог, так и показал вам, снял видюшку для себя, на память, если, как говорится, блин, попадет мотик, я надеюсь, в хорошие руки, в добрые, его не будут ушатывать, по бездорожьям, на нем не будут кататься, втроем, вчетвером, я надеюсь, я в это верю, блин, хочется в это верить, то, что этот мотик попадет в хорошие руки, и, блин, буду надеяться, то, что с ним будет все хорошо, за ним будут ухаживать, так же, как я за ним ухаживал, вот так вот, ребят, в общем, такая видюшка, кому понравилось это видео, ребят, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, обязательно, потому что, я мото-тему, автомобильную тему, очень сильно люблю, и уважаю, вообще, вот эти вот, что все связано с моторами, вообще-то, вообще, вот с механикой, вот это вот все, вообще, для меня, так что, ребята, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, и, как говорится, до новых встреч, и до новых видео, ребята.